я вижу руку я скажу честно я перестал перестал наоборот бояться пить колу вот потому что но если честно то чем я имею дело в обычной жизни моей на работе совсем не стоит рядом с той опасностью в которой как бы несет мне кола до предупреждаю что колу лучше не пить у кого гастрит и повышенная кислотность но мне хорошо мне неплохо давайте по часовой стрелке пищевые добавки вот эти вот и это всего лишь это подозрительная если честно я все эти не прорабатывал я начал сверху да это очевидно что нужно начинать сверху поэтому я по-моему даже опасные где-то здесь еще есть разрыхлитель для теста который вот вы нагреваете разрыхлитель для теста он просто улетучивается на самом деле от него в идеале ничего не должно оставаться но он здесь есть он внезапно как нет разрыхлитель это гидрокарбонат аммония да 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 опять два в одном и так же она делается если помните когда мясо добавляется вернее подходы был суд как говорится над макдональдсом вернее наоборот макдональдс подал суд над одним поваром который доказал что ихняя розовая слизь как он выразился из которой делаются бургеры добывается с помощью этих добавок аммиака короче славик прекратить пока сейчас а в чем вопрос то я уже забыл да вот я хотел бы еще чуть-чуть насчет мяса там уже раз тема затронулась но я вот насчет этого точно не знаю но я знаю насчет глутамата всеми печально известном глутамата который добавляет в различные там добавки для того чтобы сделать им какой-то вкус практически соль столей много ну да те которые продают на подъездах написано соль там нет абсолютно нет это это соль другой кислоты которая также образование я химик внезапно я химик это был вопрос да про розовое мясо хорошо да да вот недавно я даже видел вопрос там про какой-то полимер который внезапно вымывается водой на самом деле врать о том что какое-то есть вещество которое не растворяется воде нельзя то есть все в какой-то мере везде растворяется то есть да вы можете пить воду в которой хоть одна молекула но этого полимер чека либо частью либо как-то еще будет присутствовать и так далее но опять же вопрос количестве поскольку у вас там ее просто почти ноль то есть пластика можно пить воду если это не ацетон да да мы как-то выращивали пшеницу и брали разные виды воды там структурированную там всякую прочую вот и вот у нас на воде из микроволновки которые мы кипятили в микроволновке каждый день были лучшие всходы люди которые я думаю приблизительно тоже что я пищевых добавках истерии то есть вода это жидкость сама по себе структуры памяти она иметь не имеет и не должна иметь потому что это обыкновенное химическое вещество это обыкновенная жидкость молекулы которые друг с другом постоянно меняется вне зависимости того говорить и гитлер или любовь вот а какое отношение имеет любовь к химии любовь это химия да гитлер это тоже был химическим смесью химических веществ все химия да да ты сказал что химофобия найдется школы как лучше может быть изменить программу форматы чтобы снизить такую тенденцию а здесь есть учителя химии или учителя школьные нет да надо поменять всех учителей потому что потому что вот давайте посмотрим реальности в глаза вы знаете какая зарплата у учителей чуть ниже или около того как зарплату ученых вот но проблема в том что в науку идут люди которые обычно хотят и знают чем они будут заниматься если выпуск выпускник допустим химфака того же ему нужно пойти куда-то на работу у него и у него там средние троечки были в университете то у него два варианта 1 школа 2 барабашова вот к сожалению это так но вот представьте что сейчас как бы не ругали все это советское образование но тем не менее вот учителя которые учились еще там учились еще в начале независимой украины они еще как-то держат планку сейчас ну потому что зарплаты были хорошие дело не в том что какая-то страна была еще что то дело в том что зарплата была нормальная сейчас же поскольку зарплаты очень очень и очень низкие туда просто никто не идет идут те которые хотят хоть какие-то деньги хотя это не деньги а это это вопрос к сомелье они химиком да вот если честно когда я первый раз увидел вот это organic food это стоп вся же еда органическая но вот до узнал я что это именно такое не так давно можете они сильно в этом копался мне это не надо но знаете у меня отношение такое же как к траве где-нибудь на галапаговских островах мне все равно то есть если если есть люди которые едят органик food это их проблема то есть это их выбор если есть люди которые не едят органик вот это тоже их проблема я не почему ну да вот соль хавают да откуда всякое другое нет это не органика это который для космонавтов да вот это так соя или соль был вопрос солен то нет я такого не знаю я не пищевик не надо мне задавать вопрос это вот к нему по идее я сейчас очень пожалел что я не вставил картинку ванилин природный ванилин гмо ванилин искусственный никакой разницы есть одна проблема лишь с витамином b12 его очень сложно синтезировать очень прост очень сложно синтезировать поэтому основная проблема сейчас во многом пищевой промышленности в том что нельзя создать искусственный b12 поэтому надо откуда-то доставай к счастью или к сожалению ему его нас нам надо очень мало сколько падежей кошмар да многие витамины попадают в принципе не усваиваются но сейчас например вот есть марка соков которые добавляют почти в каждый допустим тот же витамин c хорошо это вопрос к производителям я химию что можно я отвечу на него марки да да ну что касается он легко выводится за организмом поэтому даже если пить его сверх дозы он сверху уходит то c если следим а то уже перед а перезагрузкой да это нужно постараться но постараться а то можно и а а а а а а а а да вот там девушка уже два раза пытается поднять руку да а 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 научных деятелей сделать публикацию о том, что в ТОР болезнь из-за зубов? Я могу на это отреагировать с двух сторон. Тут, я так понимаю, два вопроса было. Первое, можно верить тем публикациям, которые под собой имеют основу в каких-то хороших научных журналах, рецензируемых научных журналах, да? Ну, обычный их список там где-нибудь, да, есть. У них есть какие-то характеристики, подтверждающие, что они хорошие научные журналы. Насчет ФТОРа, да, в принципе, без ФТОРа нам будет плохо, потому что ФТОР содержится в наших зубах, поэтому зубную пасту с этим ФТОРИДами постоянно рекламируют, да, но процент ФТОРа, который поглощается из зубной пасты, из той воды, которая там, ФТОР как-то вытек, как он мог вытечь, если это газ, и в нем вода горит. Если вы услышите, что эта вода была авторирована, не пейте ее. Да, там пищевые добавки. Да. Вообще вопрос по воде. Вот в последнее время постоянные идут споры по поводу воды из-под крана и воды из бочки. То есть, если реально разница, если у вас, как там, у кого-то в квартире водя из-под крана ржавая и воняет, то у кого-то совершенно прозрачная вода и без дна поправит. Опять какие-то вопросы на два можно подразделить. То есть, то есть, во-первых... То есть, ну, по поводу крана вопрос в том, как очищают эту воду. То есть, если воду не очищать, в ней там появляются микроорганизмы и всякое плохое. Странно говорить, это на середине ответа просто. Так вот. Кто-то так отвечал, что давай не будет. Так вот, если воду хлорируют, как в нашей стране, да, пить ее можно, но мало. Опять же, вопрос в том, сколько ее выпить. Ее надо не 10 литров выпить, чтобы умереть, немного меньше. Если воду озонируют, как это делают, допустим, либо в Артеке, либо на Западе, то ее, в принципе, ну, все видели, да, американские фильмы, когда они пошли на кухню, открыли кран, набрали, выпили. Я там каждого утра. А скажи, пожалуйста, а есть какой-нибудь бытовой способ, чтобы воду... Чтобы воду что? Чтобы воду, да, как-то из воды вышло. Ага, можно пить воду эту или нет, да? Нет, понятно, что лучше не пить. Хлорку вывести. А в чем вопрос? Как вывести хлор из воды, как? Как вывести хлор из воды, вы кипятите, это все надо. Кипяченую воду, ты чай пьешь, наверное, да? Как-то не паришься. Что там, форт? Да, я же боюсь. Аналитически. Дело в том, что следствие, потом мы поняли, что все эти добавки и прочее, они сами по себе не ведут какие-то проблемы, все зависит от количества. Но тут вопрос о несознательности производителя. При производстве всех тех химических компонентов у нас побочные продукты, проблемы с очисткой реактивов или компонентов, которые живут в производстве. И вот мне совет как химика. Как мы можем определить и защитить себя от некачественных продуктов, которые используют в себе низкокачественное сырье? Обычно плохие производители, насколько я знаю, долго на рынке не держатся. Во-вторых, есть разные аудиторские штуки, которые помогают все это определить. В-третьих, обычно все-таки химики работают на славу, особенно если это касается пищевой либо фармацевтической промышленности. То есть там ведется очень подробный анализ всего, что содержится в той же там либо кашке, либо воде, либо анальгине. То есть там регламентируется строго содержание того-то, того-то, того-то. Но, конечно, есть следы того-то. Обычно даже вот на пищевых всяких этих пишут. Да, в шоколадку. Шоколадку обычно покупаешь, а там хоп, может содержать следы арахиса, изюма, бла-бла-бла-бла. Вот. Но, тем не менее, конечно, производственные эксцессы какие-то случаются. Но если они случатся, и кто-то умрет, то компании обычно больше нет. Поэтому, скажем так, легче выиграть в лотерею, чем отравиться от того, что мы сейчас едим серьезно. Хотя, да, бывают такие моменты, когда вот в Китае, там, по-моему, 10 лет назад в еду добавляли, уже не помню сейчас сходу, как называется этот химикат, много потравилось, было очень большое уголовное следствие. Понятно, что компаниям самим невыгодно это делать, потому что с ними будет тягаться, много денег потеряют. Поэтому у них на выходе обязательно тщательный аналитический контроль всего, с чего они выпускают. То есть основная угроза у нас все-таки не от химии, а от человека, который... Конечно. Да, да. У меня вопрос такой. Он раньше озвучивался очень большими средствами массовой информации, возможно, даже в желтых источниках. Что такое, как ты относишься к аммонию лаурилсульфату? А, вот эта штука, которая в шампунях, да? Да, и не только. Ну, хорошо, да, во всяких вот этих мылах и... Из чего она добывается и как она производится? Добывается она, насколько я помню, в основном синтетическим путем. Насколько я знаю, опять же, я там не... Технолог. Не технолог, да, не... Ты гемик, я помню. Да, 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 точно. Вот, но, но... Да, есть множество исследований в рецензируемых научных журналах, что вот это лаурилсульфат и лауретсульфат влияют на качество кожи головы, появляется перхоть, выпадают волосы. Может, не только в шампунях. И вообще я больше спросил, как ты к нему относишься, и был ли у тебя с ним опыт. Скажу по секрету, у меня с ним достаточно частый опыт, когда я мою голову. Да, 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 да. Нет, все хорошо, волосы выпадают, но это возрастное. Как ты относишься к этим человеком? Я отношусь нормально, я не... Я пью колу, помнишь? Нет, еще нет, но все-таки мне неинтересно. Вот ты рассматривал его в своей практике. Я не рассматривал его... Просто про него писали. Очень много свидетельствует, что он действительно там как... Действует очень плохо на человеческую голову, да? Раз у тебя опыт был, ты не замечал, как гибель, что... А у тебя не был? Ладно, ребят, а? А вопрос? Нет, ну все равно, вот ловил сульфат. Можно я? Да, он... Просто нет. Перефрагируй. Да. Да. Да, все, все. Да, так.